Еще раз повторяем, задача, то есть вас палочкой бьет сюда, палочкой бьет сюда, вот, и мы начинаем, то есть ходить как бы, оп, сюда, то есть наша задача, повернуть, подставить, сюда, сюда, еще раз, то есть так как будем бить сюда, просто надеяться на это, можно, но это, да, другая песня, то есть нам придется работать чуть по-другому, а здесь мы, вот, работаем на этом моменте, то есть, чтобы удар был по палочке, и, видите, в этом движении есть замах для удара по ногам, а потом вы сюда, и заходим сюда, бьем оттуда, чтобы он не видел, откуда или туда, То есть мы не здесь работаем, удары должны Хорошие, акцентированные, иначе смысла нет Боемся за свою жизнь Еще раз повторяем, чуть подсаживаемся и вперед Бьем прям вот под коленный сгиб Еще больше его осаживаем, потому что Бам! Сразу понятно, что будет, да? И вот отсюда, мы прям продолжаем движение, не остаемся Продолжаем двигаться Понятно? То есть простое движение, которое мы должны понимать, что удар идет по голове Ах 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 Мы сразу То есть уходим Бам! Вниз Один из вариантов Один из множества вариантов Один из множества вариантов Один из множества вариантов Если по башни попадет, то это на отлет Это уже не имеет значения, это так, как пуля на излёте. А это один из множества вариантов, то есть мы вошли сюда, для чего работаем, ну, пригодится, не успеем что-нибудь, да, увидим движение, не успеем, да, палочка встала, на пролетел, мы встаем уже, въем, ну, сюда. Всякое в жизни бывает. Если будем чаще ставить в состояние возможностей, то есть в состояние, на первый взгляд, глупых вещей, то мы будем из них находить выходы, а из простых мы найдем вид, просто легко. Потому что простой это вот, вот уже, да, то есть вот уже мы оставили на простой. Простой, ну, пока замоклась. Вот, но, когда мы это делаем простой, то есть я не убью, а сам я ферно закрываю, понимаете? А дальше можно выдумывать тут для кино все что угодно. Только это не будет получаться, а играть, не в бою время. Потому что не до этого. Вот вы видели сейчас, да, когда один с тремя боролся, сколько мы пропускаем ножей в спину, сколько, почему? Мы его раз, начинаем добивать, а там-то в спину уже тычут. Поэтому нужно все время двигаться. Нужно двигаться. Идет движение. Да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. То есть мы уже там не прикрылись. О, пошли работать, пошли дальше. И пошли дальше работать. Только движение. Понижение уровней. Смещение с линии атак. Постоянное изменение местоположения. То есть это как шарик на ветру. Попробуйте попасть, стрелять в шарик на ветру. Есть такое упражнение спецнази. Среди вас за 100 метров, шарик на ветру. Очень сложно попасть, потому что там непредсказуемое движение. Ветер дует. Ток прицел. Ток. Идут. Там задержан. Попробуйте попасть. Очень трудно. Поэтому вы должны, как этот шарик на ветру, двигаться. То есть цель должна быть постоянно движущейся. Сейчас не забывайте. К чему говорю присесть? От того, что удар идет сверху вниз. Просто вот на это дело. Видите, делай. Вот на это просто будете затеяться. Видите, что получится? Если будет удар сильный, и мы куда-то стукнем вниз, то все равно получим сюда. Понимаете? Удар вниз здесь может быть только в том случае, когда мы сами так встанем. А так как у нас времени не хватает так встанем, взять шарик на ветру. Нам нужно, соответственно, вот это движение. О! Испугаться. Испугаться. Присесть. Сжаться. Сжаться. Это естественно для человека ничего страшного. Ведет удар сверху. Это движение, оно естественно. Можно, конечно, вот так закрыться с испуга. Ну и все. Перебрежь вас и добьет. А вот этот испуг нужно использовать для дальнейшего. Дальнейшей работы. Для атаки, для выживания. Задача ясная? Всем одинаково все работает. Поехали.